Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. Смотрите сегодня в выпуске. Газификация в республике увеличена до 85%. Сегодня об этом и не только, говорил глава Рашид Тимрезов с представителями Газпрома и Цимроса. Около сотни людей трудоустроены и принимают активное участие в жизни страны, обеспечивая изделиями легкой промышленности военных на швейной фабрике. Не хочешь платить алименты заставят. Судебные приставы провели рейд по розыску злостных неплательщиков, штрафов и отказывающихся исполнять решения суда. Соглашение о сотрудничестве участников образовательного производственного кластера в отрасли туризма и услуг подписали сегодня в Черкесске. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел встречу с заместителем генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром» Межрегионгаз Юрием Пахомовским и генеральным директором акционерного общества ЦМРОС Вячеславом Шматовым. Вместе с членами правительства республики обсудили текущую ситуацию по газификации региона и дальнейшего развития одного из самых крупных промышленных предприятий и налогоплательщиков республики завода «Кавказцемент», входящего в состав ЦМРОСа. Что касается вопроса газификации, платежной дисциплины и реализации социальной программы президента России по социальной догазификации, то по всем направлениям республика идет хорошими темпами, получая полную поддержку со стороны группы компании «Газпром», которые на протяжении ряда лет являются важным стратегическим, а главное надежным партнером. За это время уровень газификации в регионе увеличен с 72% до 85%. Руководитель ЦМРОСа рассказал о планах по дальнейшему развитию завода «Кавказцемент». В ближайшие два года планируется увеличить производственные мощности, количество сотрудников и повысить уровень заработной платы, которая уже сейчас выше средней по экономике в регионе. Рашид Тимрезов отметил газификацию территории и развитие предприятий очень тесно связаны между собой. Главный плюс от такой синергии в общем социально-экономическом развитии Карачаева-Черкесии – в повышении качества жизни людей. В Малокарачаевском районе открылась современная швейная фабрика «Красный Восток». Обособленное подразделение «Воен-Текстильпром». Данное предприятие предназначено для производства одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды, а также постельного белья и других изделий легкой промышленности. В торжественном открытии приняли участие представители правительства Карачаева-Черкесии и работники фабрики. Подробности расскажет Алихан Лепшоков. Для жителей села Красный Восток открытие фабрики является особым событием. Сегодня на предприятии трудятся 90 человек, а к концу этого года планируется расширить численность до 150. Здесь сейчас шьют костюмы и халаты для хирургов, постельное белье для армии России. Это предприятие даст импульс в обеспечении рабочими местами жителей села. И на примере этой фабрики мы можем отметить потенциал нашей республики в развитии легкой промышленности. Отметил председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов. На фабрике трудится свыше 90 человек. А при выходе на проектную мощность здесь появится 300 новых рабочих мест. Для небольшого аула, для всего Малокарачаевского района и в целом для Карачаева-Черкесской республики это весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение уровня жизни и доходов населения, роста налоговых поступлений. В свою очередь вице-спикер парламента Карачаева-Черкесии Муса Экзеков, благодаря поддержке которого и открылась фабрика, подчеркнул, что это весомый вклад в развитие промышленности республики и оказание поддержки нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО. Также он выразил благодарность учредителю компании ВНТекстильпром Аслану Аталикову за оказанную поддержку в реализации этого значимого проекта. Дорогой Александр Ильич, отдельное спасибо, огромное спасибо от всех жителей нашего села, от всех жителей нашей республики, потому что мы действительно создали современную фабрику с очень качественным технологичным оборудованием. Я хочу подчеркнуть еще то, что за очень короткий период времени наша команда смогла полностью реконструировать эту фабрику по техническим условиям ВНТекстильпрома. Мы сделали все необходимое, чтобы не просто обучить наших специалистов, но и предоставить специальное современное оборудование. И сегодня нам приятно видеть, что мы запустили эту фабрику, отметил учритель компании ВНТекстильпром Аслан Аталиков. Предприятие работает, выпускает продукцию. Здесь есть свой коллектив, свое руководство. Мы все за вас переживаем. ВНТекстильпром выпускает порядка, ну не порядка, а точно, если сказать, 134 наименования продукции. И, конечно, в будущем мы рассчитываем на то, что у вас тоже будут здесь значительные производства. Сейчас у вас производство только госпитальной одежды, одежды для оперирующих бригад и, по-моему, постельное белье. Но, тем не менее, даже вот эти виды продукции вы выходите уже на плановые позиции. Мы горды, что со всей страной принимаем активное участие в жизни государства, обеспечивая всем необходимым наших ребят, которые защищают нашу страну в зоне специальной военной операции, заверили работники предприятия. Обеспечивать мощный тыл нашим бойцам. Сидя за швейным станком, мы так или иначе ощущаем на себе ответственность. За то, чтобы у наших ребят, врачей, спасателей, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, было лучшее бундирование и оснащение. Благодаря этому мы чувствуем себя причастным к большому делу. После официального открытия для всех собравшихся была организована экскурсия по фабрике. Каждый из работников с особым вниманием относится к своим профессиональным обязанностям. Здесь выпускается несколько тысяч изделий в смену зависимости от вида продукции. Алихан Лепшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Очередная партия гуманитарной помощи весом около 10 тонн была отправлена в Южный военный округ. За все время проведения специальной военной операции наша республика отправила свыше 660 тонн воды. В этот раз воду для военнослужащих приобрели сенаторы Виктор Бондарев и Крым Казаноков, а также первый заместитель председателя парламента Карачаева-Черкесии Дагир Смакуев. Заместитель военного комиссара Карачаева-Черкесии Виталий Актиев поблагодарил за оказанную помощь тех, кто не остается в стороне и помогает нашим ребятам. Было отмечено, что помощь оказывается не только бойцам, но и жителям Белгородской области и новых территорий России. Передовой проблема в чистой питьевой воде, потому что с непроверенных источников воду употреблять, к сожалению, нельзя, тем более в таких боевых условиях. Благодаря нашему правительству, главе нашему, мы периодически нашим ребятам отправляем чистую питьевую воду. Карачаева-Черкесия сегодня ведет полноценную работу на том уровне, который сегодня позволяет нам выполнять и покрывать все те потребности, которые получаем мы от ребят, которые находятся сегодня в зоне проведения специальной военной операции. А непосредственно данный груз, он, конечно, сегодня настолько актуален. Во-первых, сезон, жара и питьевая вода сегодня, она, конечно, бесценна именно в тех условиях, в которых они сегодня находятся. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. Температура ночью в 16-18, а днем 31-33 градусов тепла. Их визита совсем не ждут алименщики, злостные неплательщики штрафов и все те, кто отказывается исполнять решение суда. Судебные приставы исполнителей Черкесского городского отделения Карачаева-Черкесской республики провели рейд по Черкесску, чтобы напомнить отцам алименщикам об обязательствах и неоплаченных долгах в отношении их, несовершеннолетних детей. Как прошла проверка и что бывает, если уклоняешься от выплат, расскажет Дарья Тендит. Рабочий день приставов исполнителей начинается с самого утра. Участники рейда посещают адреса проживания должников, уклоняющихся от своих обязанностей. Работа приставов напомнит так называемым «горе отцам» об имеющихся долгах. Первый адрес неплательщика удалось застать дома. На протяжении двух месяцев от него не было поступлений денежных средств. Этот гражданин имеет задолженность около 100 тысяч рублей. В связи с этим судебные приставы на время ограничили должнику право управлять автомобилем и другими транспортными средствами. Могу выезжать на работу, понимаете? Да, я на КамАЗе езжу. Как я без права могу ездить? По состоянию на начало текущего месяца действовали 378 постановлений о временном ограничении на пользование должниками специальных прав в части водительского удостоверения. Его не забирают. Оно остаётся у автовладельца. Но при этом управлять машиной нельзя на законных основаниях. Данному должнику представлялась возможность предоставить справку с места работы о том, что он работает водителем и это его единственным источником дохода является. До сих пор ничего не принёс. Было выставлено ограничение в части водительского удостоверения. Принесёт справочку, заявление напишет, рассмотрим. Если это его единственный источник дохода будет являться, с ними пускай работает, зарабатывает, оплачивает алименты. Полдела добраться до нужного адреса гораздо сложнее застать должника на месте. Чаще всего, когда приходят сотрудники, алиментчиков не оказывается дома. Дверь открыла родственница не оказавшегося на месте прописки гражданина. Она и сообщила о том, что он давно не живёт по этому адресу. В отношении должника судебные приставы в присутствии понятых произвели арест имущества, а именно телевизора. Сегодня в ходе рейдовых мероприятий произведены аресты имущества, принадлежащие должникам. Если должник не примет меры к погашению задолженности, то по истечению 10-дневного срока арестованное сегодня имущество будет передано на принудительную реализацию. А вырученные по реализации денежные средства будут направлены в счёт погашения имеющейся задолженности по алиментным платежам. Защита прав детей – первоочередная задача в деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии. Взысканная сумма задолженности по алиментам составила более 83 миллионов рублей, на 28 больше, чем за первое полугодие предыдущего года. 151 должник по алиментам привлечён к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей» или «Нетрудоспособный родитель». После привлечения к административной ответственности, если должник продолжает уклоняться от выплаты ежемесячных платежей по алиментам, должник привлекается к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. По результатам работы судебных приставов за предыдущие полугодия 2023 года отмечено уменьшение остатка исполнительных производств и положительную динамику по взысканию алиментных платежей. Партнёрство как эффективный инструмент развития бизнеса и образования. Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве участников образовательного производственного кластера в отрасли туризма и услуг. Кто стал членом продуктивного партнёрства, расскажет Фатима Даурова. Колледж индустрии питания, туризма и сервиса стал грантообладателем по программе государственной поддержки развития образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в размере 70 миллионов рублей. Реализация гранта стала возможным благодаря поддержке правительства республики и министерства образования, представителей пяти предприятий и партнёров, предлагающих услуги работодателей, а также пяти образовательных организаций среднего профессионального образования. Поскольку в гранте у нас сегодня и в кластере принимают участие 10 организаций-партнеров, мы говорим о сетевом взаимодействии, которое позволит нам реализовать и дать определенный толчок отрасли туризма и сферы создания услуг на территории нашего субъекта. Кластер создается для развития кадрового потенциала в отрасли туризма и сферы услуг, повышения уровня трудоустройства выпускников среднего профобразования, а также привлечения работодателей к подготовке кадров путем обучения на базе своих организаций с учетом перспективных потребностей. Я говорю, как человек, который занимается производством, найти квалифицированных сотрудников на сегодняшний день – огромнейшая проблема. Да, в течение четырех с лишним лет мы сейчас сами пытаемся закрывать эту брешь, но с созданием такого кластера, это, конечно же, будет просто огромнейшее подспорье нам, как людям, которые занимаются этим бизнесом. Плюс научить ребят поднимать золото, по которому мы ходим – это наша основная святая обязанность. В этом случае работодатели будут являться не то что наблюдателями, но и организаторами проведения чемпионатов профессионального мастерства, демонстрационных экзаменов. И по многим-многим другим вопросам они должны сотрудничать друг с другом для того, чтобы сегодня готовить высоко квалифицированных, востребованных экономикой нашей республики, конкурентоспособных специалистов и рабочих кадров. И именно создание вот этого центра образовательного кластера является основой для реализации вот этих всех задач. От активного взаимодействия представителей всех сторон сегодняшнего соглашения выиграют туристы, которые будут довольны не только красивыми видами Карачаева-Черкесии, но и с качеством оказываемых туристических услуг. Фатима Дурова, Анастасия Лой, Вести, Карачаева-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Счастье», а не за горами. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!